Здравствуйте. Солнце красит нежным цветом стены древнего Кремля. Всё здесь правильно. Кроме того, что солнца у нас за окном нет, но Москва всё равно остаётся лучшим городом Земли. Здравствуйте, товарищи. Ну, я что могу сказать, что, понимаете, у меня здесь одно только, ну, я не знаю, мне одно непонятно. Вот из года в год мы слышим одно. Правительство здесь не доработало. Вот тут оно не справляется. Сейчас ситуация в здравоохранении август прошлого года до всяких вирусов Путин охарактеризовал как провал в первичном звене. Товарищи-то все сидят. Вот я вот это вот не понимаю. Если человек не справляется, ну, надо убирать его, и всё. Ну, в чём тут вопрос? Ну, что из-за этого другие должны страдать? Вот в этом странное... Нет, подождите, у нас же правительство поменялось. У нас совершенно новый министр, который раньше не был министром. О, кстати, я только вот у меня... Товарищ Котяков, например, у нас трудом заведует. Товарищ из Минфина, он к труду имеет такое же отношение, там, я не знаю, как я, к балету Большого театра. Говорит, вы знаете что, вот не можем никому выплатить, а мы не ожидали, что столько запросов будет. Он что, экстрасенсом, что ли, работает? Талантным чумаком? Вот как он может не ожидать? Значит, никаких подсчётов, что ли, не ведётся ориентировочно? Вот кто может претендовать? Ну, это высказывание здесь, я с вами соглашусь, это высказывание было удивительным. Мы не знали, что столько народу захотят получить эти деньги. Причём, Валентин, смотрите, ну, в советское время не было ни компьютеров там, ничего вообще. Я понимаю, там иногда приходилось вот так вот оценить. Но сейчас мы все во всех базах данных, ну, все, и в налоговой есть, я не знаю, и в банках есть, но всё есть. И подсчитать это сложно. В чём вопрос-то? Может быть, господин Котяков таблица умножения не знает. И Путин ещё что сказал, вот вам об этом говорили, что условия предоставления такие, что нормальный человек там вообще не разберётся. Там доктор наук-то не разберётся, понимаете? Ему вот это лапать дадут, значит, дай, если у тебя все эти справки есть, заходи. Да там люди иногда не понимают, что там вообще написано, понимаете? Такое впечатление создаётся, делается специально. Мы выполнили, выполнили, отписались, отписались. Деньги выделены, ну, а что, если эти дебилы не могут их получить? Ну, народ нам опять попался вот такой вот, бестолковый. Ну, ничего вот с этим не поделаешь. Беда. Ну, подождите, Николай Николаевич, Котяков говорил про другие деньги, не про медицинские же, да? Он говорил про поддержку там семьи и всё остальное. Медицинские деньги – это немножко другая история. Но она не менее эпичная. Здесь я, собственно, спорить не буду. Так я же про это говорю. Я это привожу просто как пример. Кстати, опять, гражданин Любимов, глава так называемой администрации Рязанской области. Причём поликлиники две недели уже не работают. Три. Вообще никакие. Вы что, над людьми там издеваетесь, что ли? Ну, ладно, на неделю закрыли, может быть. Чё-то там понадобилось переделки. Но как это может быть-то вообще? Люди не имеют права на медицинское обслуживание, которое вот в этой хвалённой Конституции есть. Там всё закреплено, всё надо там, мы это ещё усилим. Это происходит в 150 километрах от Москвы. А мы с вами рассуждаем там действительно про какие-то поправки. Люди приходят тупо стучаться в дверь, и они закрыты. Окулисты нельзя посетить. Чё, всем не болит, что теперь временно в Рязанской области? Звука так и нет, кстати, Валентин. Народ возмущается в Ютьюбе. Николай Николаевич, я могу отключиться и заняться этим. Я написал специально обученным людям. Нет, я просто говорю, что люди тут вот тут. Да, я понял. Ну, большой привет людям. На сайте надо нас слушать, на сайте КПТ.ПРО. У нас есть все подкасты, все программы наши выкладываются. А то, видите, Валентин уже пишет, что Путин виноват. Ну, конечно, потому что мы про деньги медиков. Кстати, здесь я бы, я бы, вот в ответ на это сообщение, на то, что Путин виноват, здесь как раз мне очень понравилась реакция президента на вот эти невыплаты, на вот эти скандалы, забастовки медиков и неразбериху с методикой, да, как раз вот про вот эти вот минуты и так далее. По-моему, когда президент узнал, он совершенно жуткий разнос устроил. Кстати, по-моему, это было ровно в первый день, когда на работу вышел Михаил Мишустин, да, после своей болезни. Вот, устроил разнос совершенно форменный, хотя такой достаточно мягкий. Давайте сейчас услышим, что говорил президент как раз по этому поводу. Послушайте меня, послушайте внимательно. Мы договорились, и было четко и ясно сказано, что эти деньги должны быть выплачены за работу с больными с коронавирусной инфекцией, а не за какие-то часы, минуты и так далее. Были названы конкретные сроки и конкретные цифры этих платежей. В начале следующей недели предметно обсудим, подведем итоги по всем субъектам федерации. Я хочу это подчеркнуть, по всем без исключения. Как выполнено это поручение? Ну, собственно, вот. Достаточно, то есть, не кричал, не ругался, да, но, по-моему, все предельно понятно. Даже для президента удивительно, что эти деньги не дошли. Да, и мой Кудрин в декабре прошлого года говорил, вы знаете, говорит, Владимир Владимирович, у нас триллион рублей из бюджета выделяется в регион, а потом обратно возвращается. Он говорит, да ну, что-то многовато. Ну, то есть, что нового-то изменилось? Ну, только все персонажи трудятся на том же самом месте. За деньги отвечает гражданин Силуанов. Он у нас министр финансов-то с какого года, если мне память не изменять, с 11-го. Постоянно к нему какие-то претензии. Нет, товарищ живее всех живых, понимаете, как Пашин, так и Пашин. К правительству нет никакой персональной ответственности ни за какие действия. Ну, поругали, разошлись, выпили пивка, продолжаем опять заниматься ничего не деланием, ну и все. Никакой разницы нет. Это правительство должно уйти. Вот вы, говорит, его меняли. Ну, мы же с вами обсуждали-то в январе. А там кого поменяли? Ну, поменяли, там, не знаю, процентов 15. Там министра культуры матершиница увели, там, и прочее. Ну, а Голикова как сидела, так и сидит. Силуанов как сидел, так и сидит. Министр экономики Решетников – это тихий ужас вообще, понимаете? Но это неприлично просто назначать уже таких людей, понимаете? Ну, их что, на улице, что ли, скоро будут искать? Ну, почему, Николай Николаевич? Ну, вы говорите «тихий ужас», но давайте уж тогда аргументы какие-то. Давайте тогда аргументы, да. Вот, Валентин, вы меня просветите, пожалуйста. Я, наверное, дикий человек. Какими экономическими успехами был известен гражданин Решетников до назначения министра. Мне просто вот интересно. Ну, слушайте, ну, он занимался областью, ну, регионом российским. Я, честно говоря, не знаю. Он занимался бизнесом, понимаете? Еще раз, назначать, ну, вы сами посудите. Вот у вас есть знакомый в Америке, да? До президента Джорджа Буша-младшего, вот вы заметите, ни одного бизнесмена в истории не избирали президентом США. Ну, и то Буш такой, бизнесмен, там, футбольным, извините, бейсбольным клубом руководил. Ну, вы думаете, это специально? Американцы что, дебилы, что ли? Они понимают, что с чем? Ну, Николай Николаевич, ну, ладно, у них сейчас Трамп президент. Вот. Мы больше ни одного бизнесмена не знаем в Америке, кроме Трампа. Да, вот именно, что сейчас у них президент Трамп, да. До этого я имею в виду, они же не избирают человека, который заботится только о своем кармане, что, ну, у него работа такая, я согласен, ладно. Но его нельзя избирать, чтобы он о других-то заботился, если он всю свою жизнь заботился только о себе. У него вот работа такая, понимаете? У Трампа есть, знаете, честно говоря, Валентин, Трамп никакой не бизнесмен, я вот вам честно могу сказать. Знаете почему? У него все имущество от отца, а? Он его за это время практически все растранжирил, ну, скажем так, помпезными бизнес-проектами, которые, собственно, к бизнесу отношения не имеют. На Красной площади поставить казино. Не знаю, сделать крупнейшее казино в мире. Оно не окупается, оно давно там разорилось и все. Он такой, он больше не бизнесмен, он на Березовского в этом смысле похож. Он больше шоумен, да, ну, по-моему? Да, 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 абсолютно право, Валентин. Вот не зря же у него там мисс Вселенная, да? Хорошо, хорошо, тогда у меня аргумент в эту пользу есть. Он для всех все-таки бизнесмен. Ну, для, там, для нас, там, для них и так далее. Но, теперь получается, что он еще и плохой бизнесмен. Значит, получается, что американцы выбрали себе президентом еще не просто бизнесмена, а еще и плохого бизнесмена. Ладно бы хорошего, там, Билла Гейтс какого-нибудь, всего вопросов бы не было. Или Джеффа Безоса, да? Ну, там, миллиарды у него там. А здесь-то еще? Вы знаете, вот еще раз, в чем разница? Вот Трамп, он так с виду производит впечатление какого-то такого сельского парня, там. Он в 80-е годы, ну, когда еще в МГИМО учился, он написал книгу о том, что он обязательно станет президентом. То есть она политическая книга, он всегда этого хотел. Для него шоу-бизнес, мисс Вселенная, это были ступенями к президентской карьере. Он давно об этом думал. А настоящий бизнесмен, вот возьмите Абрамович, да ему пофигу. Он вообще предпочитает, чтобы о нем вообще никто ничего не знал, никто ничего не говорил. И чтобы он там делал свои дела. Нет, это не тот человек, он бизнесмен скорее вот по графе где-нибудь там в социальном... Да, я бы вот в этот пример еще добавил Алишера Усманова, да. Ну, мало кто знает, чем он занимается, да, а занимается и достаточно успешно. Валентин, у нас вот, и мы с вами про Решетникова начали, вот мне этот персонаж интересный. А вот я открыл, у меня, читаю, Решетников с 12 по 17 год, министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития. Вот, в Москву поднял. Валентин, вы считаете, что он Москву поднял, но вам тоже смешно. А вы знаете, Валентин, с какого верха это спускается? К нам в конце 90-х годов приехало несколько персонажей с Международного валютного фонда, перестраивать нашу систему здравоохранения. Я знаю фамилии, вы знаете, сколько платили тогда в конце 90-х годов? Вот мы с вами, по 450 тысяч долларов в полгода. Назовите фамилии. Назовите фамилии. Там было два португальца, ну, в Португалии это лидер здравоохранения, кто же спорит, да. Ну и, как водится, там один американец. Они заявили, что проблема нашего здравоохранения простая. У нас врачи слишком долго говорят с пациентом, что надо вот... Ну, помните, как у нас там, когда вы заболели, всё там, да, нет. Это называется собирать анамнез, да. Да, форма, вот галочки, да, там, например. Так, и поэтому оттуда пошли нормативы. Шесть минут на пациента. То есть, если врач с вами 10 минут, Валентин, разговаривает, ну, может, не всё понял, он козёл, и он премии не получит, понимаете. А если он с вами 5 минут разговаривает вместо 6, он вообще вот такой специалист, он замечательный человек. С точки зрения больниц решили так. Больше 10 дней на койке находиться нельзя. Вы симулянт. Если вы за 10 дней не выздоровели, это ваши проблемы. Идите, выздоравливайте. Ну, отсюда, короче говоря, освободите койку другому. Знаете, как это называется у них на их языке? Хот банкинг. Они это сравнивают с подводной лодкой. Вы знаете, вот где люди, они меняются. Вот койка, вот один там на посту, другой спит там. Знаете, вот они у нас подводную лодку ввели в медицине, чтобы только народ там особо сильно... Вот в Рязани сейчас поликлиники не работают. Треть закрыли, потому что цель была на треть снизить нахождение пациентов в лечебных учреждениях. То есть цель не вылечить вас в ориентин. Цель, чтобы вы вообще не отсвечивали пожилые, чтобы вы вообще лучше не ходили бы, да, сидели бы где-нибудь дома. Особенно сейчас модно дистанционные консилиумы, дистанционный диагноз. Помните Алана Чумака, да? Ну, вы не помните, может быть, но все помнят, как он там воду заряжал там. Вот это вот все. Ну, тогда ржали над этим. Понимали, все-таки умные люди, что это какой-то шалатан, надо понимать. Не, сейчас это вот развитие нашей медицины, образования. Меня уже 10 лет мучают этим дистанционным образованием. Что со студентами разговаривать, когда интернет есть? Правильно? Ну, вы представляете, к кого мы тогда вырастим? Это страшно просто становится. Так что это просто залог, вот, Валентин, в том, что мы с вами стоим, финансового подхода ко всему. К медицине финансовой. Меньше денег, меньше времени. К образованию. Вы думаете, почему дистанционно? А зачем стены? Зачем аудитории? Зачем топить? Нет, Николай Николаевич, ну, слушайте, нет, с образованием я не согласен. У нас и министры, и замминистра были в эфире буквально там неделю назад. Ну, вот каждое последнее воскресенье я у нас в программе «Олицкий вопрос». И Путин сказал на совещании по образованию, вчера, да, вчера было, что мы не будем переходить на дистанционное образование. Нет, этого не будет. Ну, вот вы знаете, вот мы с чего с вами начали, Валентин? Вот есть Путин, да? Вот он говорит одно. А у меня, вот я же преподаватель, Валентин, я-то живу не потому, чего Путин рассказывает, а что нам из министерства спускают. Конкретные приказы. Это же не то, что Путин говорит. Это надо выполнять, и все. Вы знаете, что с отчетностью происходит? У нас в ВУЗ проходил переаккредитацию, мы на «Газели» направляли бумажную отчетность, потому что они в электронном, кстати, не берут, вот эти вот персонажи. То есть в машину легковую не влезла отчетность. Представляете, что делается вообще? И нам проверяющие говорили, а что у вас написано? Не город Москва, а Г Москва. А почему у вас вот здесь вот инициалы не расшифрованы, в договоре на ремонт крыши предположено? Это приходят люди, я-то думаю, они придут проверять меня, да, как я преподаю. Зайдут в аудиторию, послушают, потом меня выгонят, спросят студентов, скажут, что Платошка вот соображает хоть что-нибудь. Меня, кафедру международных отношений, проверял специалист по землепользованию, Валентин. А Путина, мы, кажется, дальше можем слушать, там все нормально. Не, не, ну, подождите, то же самое сказал Фольков в воскресенье у нас в эфире. Ну, нам, по крайней мере, вот смотрите, знаете, какой критерий успешности института? Любого. Чтобы вы подключились к определенной электронной библиотеке. Вот только к этой. К этой не надо. А вот к этой надо. Как вы думаете, Валентин, почему? Я, честно говоря, подключился. Я вам честно скажу, по моей специальности, у меня дома книг больше, чем вот в этой электронной библиотеке. Ну, так вы же можете по ним и преподавать. Ну, нас заставляют по тем. Не ошибаюсь. Я-то могу, мне это все не надо. Просто если я не подключусь, значит, я плохо работаю. Ну, то есть вы понимаете, критерии образования какие стали. Причем раньше надо было подключаться вот только к этой электронной. Потом не-не-не-не-не, вот только к этой. Вы знаете, чем это попахивает вообще на самом деле? Ну, вы и без меня догадываетесь, наверное, да? Коррупция это называется. Просто вот сюда. Причем это платное подключение. Деньги надо платить. Ну, в ВУЗу, я имею в виду, там не нам, а... И нам рассказывают, там, мне про дистанционное образование. Все уши прожужжали 12 лет назад, когда Медведев был. Что надо переходить на дистанционное образование, там, обязательно и прочее. У нас сейчас народ спохватился, заинтересовался этой темой. Вообще-то давно все происходит. Возьмите магистров, предположим. Тоже мне вообще непонятно, зачем они нужны, если честно. Но 70% времени вне классное образование. Это сейчас уже есть, да, всяких коронавирусов, там, и всего остального, впрочем. Иногда людям не успеваешь объяснить-то толком, да? Потому что на аудиторные занятия вот столько, да? А на занятия в интернете, там, еще где-то, вот 90% времени. Ну, результат у нас вот такой. Приходят люди, типа, министр труда, который говорит, да я что-то это не подрассчитал. Ну, чуть-чуть у меня тут вот не получилось. Давайте вернемся к здравоохранению от образования, от одной боли к другой боли. Я, у меня есть надежда, что вот это, ну, что, Николай Николаевич смеется, что вот эта пандемия коронавируса и то, что сейчас происходит, заставит наши власти, ну, хоть немножко сосредоточиться на здравоохранении, хоть немножко уделить ему внимание. Почему говорю об этом? У нас сегодня в эфире наша ведущая, Арина Шарапова, известная, ходила в гости, у нас же в эфире, к депутату, к государственному думу, к журналистке Оксане Пушкиной, вот, которая, как мы знаем, переболела коронавирусом. Вот у нее буквально накануне было, было там повторное КТ делали. И вот, что Оксана Пушкина сказала Арине Шараповой у нас в эфире. Кое-что мне понятно стало до такой степени, что теперь, голосуя за бюджет, я совершенно точно понимаю, за какую строчку в бюджете я буду биться и контролировать ее. Это здравоохранение. Потому что зарплаты медикам и вообще всему медперсоналу надо в разы поднимать. Надо, безусловно, всю систему реформировать. Должны так все лежать. Ну, может, не отдельные палаты у всех, но чтобы цивилизованно все было, надо поднимать зарплаты. Сюда тогда пойдут мужчины, и тогда у нас абсолютно все будет правильно. Потому что сейчас 70% женщин у нас здравоохранения, и на них все, на их плечах все лежит. Мужчин мало. Женщины не навещают своих детей. Дети плачут, мужья страдают, звонят и пишут. И так далее, и так далее. Поэтому здесь очень много всего. Потом стигма появляется. Врачи, которые выходят отсюда и приходят домой, в конечном итоге, соскучившись со своей семьей. И реплики, знаешь, какие. Типа, пришла тут заразу разносить. Это приметы времени. Это действительно то, с чем надо будет работать. Ну вот я бы хотел обратить внимание на первые слова Оксаны Пушкиной, которая говорит, что мне теперь все понятно, я буду биться. Так смотрите, смотрите, Николай Николаевич. Еще 25 эпидемий, еще 25 депутатов наконец-то врубятся. Вообще, что они в Госдуме делают? Ну смотрите, депутатов уже там достаточно. Даешься, два в Госдуму. Вот она во всем разберется. Смотрите, депутатов там уже достаточное количество переболело. Песков, Мишустин, соответственно. Ну может быть, они хоть на своей шкуре тогда прочувствуют, что... Блядь, ну смотрите, это логика странная. Вот таких, как Пушкина, угнать надо к черту и матери. Она получает от нас с вами полмиллиона рублей в месяц. Плюс у нее там еще всякие... И она теперь, голосуя несколько лет за бюджет, после эпидемии врубилась, что у нас врачей мало получают. Она до этого хоть там что делала вообще? Она за что хоть там отвечала-то? Ну как ей не стыдно вообще такую бредятину здесь нести? Зачем нам такие депутаты, которые на нас учатся? Потом, смотрите, Валентина, сама логика странная. Будет эпидемия, будет хорошо в здравоохранении. Санкции ведут против сельского хозяйства. Сельским хозяйством. Но неужели мы сами от этого не можем сделать? Ну давайте пусть на нас метеорит еще грохнется, тогда у нас космос будет развиваться, наверное, да? Ну что, мы должны вот таким путем двигаться. Мы страдаем, и эти персонажи в Госдуме теперь говорят, О, все, теперь-то нам наконец-то все ясно. Гнать их в шею оттуда, понимаете? Пусть занимается Пушкина своим делом. Она была телеведущей. Что она в медицине-то хоть понимает? У нее все придякины, женщины там в основном работают. Да не в этом же дело, женщины и мужчины. У нас вообще вся система развалена. Она, знаете, мне напоминает фильм «Семь стариков и одна девушка», там один персонаж идет, а женщина вот уже в волейбол играет. И у этой тоже вот начинает с умных мыслей. А потом как у ребенка, все что-то там на гендерные проблемы сваливается еще куда-то. Пушкина, вот так, да. Вон из Госдумы. Ольга Вольхина, знакомая соседка в площадке заболела коронавирусом. Поднялась температура, скоро забрала больницу. Там сделали КТ и мазок, сказали, езжайте домой. Вот и все. Лежит дома с воспалением. Ну это называется самоизоляцией, да. И выходить теперь никуда не нужно. Все правильно, у нас половина переболевших, половина болеющих, кто не в тяжелом состоянии, точнее все, кто не в тяжелом состоянии, все дома. Вот Дима, Дима Беляев тоже молодец, пишет. Как цифровой пропуск помогает от коронавируса? Вот я это спрашиваю, я не знаю, вот два месяца уже, никак никто не может... Меньше народа на улице, меньше заболевших. Цифровой пропуск на машину. Валентин, он на машину. Как раз на улице он не нужен. Нет, цифровой пропуск как раз он для людей. Нет, нет, он на машине. Туда можно не вписывать? Нет, Николай Николаевич, слушайте, у меня есть, у меня есть цифровой пропуск. Я бабушке. Что? Нет, ну вы сейчас пойдете мусор выносить, вам что, пропуск нужен, что ли? Да нет, конечно. Мусор? Нет. Ну что, поехать на другой конец города? Да. Поехать. Ну вы в машине, кого хоть заразить, я не могу понять. Ну кого? Здесь речь только о том, что будет понятно, на чем вы передвигаетесь. Вот и все. А зачем? Ну то есть всем интересно марка машина, что ли? А там марка не нужна, там только нужен госномер, вот и все. Ну а ты фига. Ну хорошо, госномер был знать. Они по госномеру могут определить, болели о коронавирусах, что ли? Нет, это все вот как Саня Пушкина, вот эти все вещи, она нас помекла. Ладно, я не буду с вами спорить по поводу Оксаны Пушкиной. Ну, у нее есть достаточно достойных дел, которые она сделала в Подмосковье. Например, вид на жительство в США, да, вот вы это имеете в виду? А это, вид на жительство в США, это негативная характеристика? Да, нет, для депутата Государственной Думы, да. Если это обычный человек, пожалуйста, пусть у него хоть 10 видов будет. Ну, насколько я знаю, по закону запрещено депутатам Государственной Думы иметь двойное гражданство и вид на жительство в других странах. Значит, ваш вопрос должен быть не ко мне и не в аудиторию вброс для того, чтобы поднять ненависть к Оксане Пушкиной, чтобы сейчас все на виллу ее подняли. Нет, а в генпрокуратуру? Понимаете, мне Оксана Пушкина, она себя подняла на виллу вот тем, что вы процитируете. Мне даже комментировать ничего не надо. Я теперь поняла, как мне надо голосовать. Да все ясно с ней. Да слава богу, хоть кто-то понял. Просто, друзья, вот вы посмотрите на таких депутатов лишний раз. Но мы же с вами не подопытные кролики, чтобы мы кого-то выбирали и люди учились на нас вообще управлять. Ну, пусть они на ком-то еще учатся, вот в Америке еще там где-нибудь. Что, у нас звонки, да, Валентин? Да, Андрей у нас есть из Краснодарского края, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте, Николай Николаевич. И Валентин. И Валентин, да. У меня к вам вопрос, вот вчера я посмотрел на канале «Народный журналист», ведет Константин Березин такой. Он вас вызвал на дуэль. Вот вчера буквально. Я хотел бы... А на дуэль на чем? На соленых огурцах, да, о первой крови? Не знаю, вот на словесную я так понял, потому что он всячески вас поливает. И хотел бы с вами, он хотел бы с вами как-то встретиться. То есть полить меня лично, да? То есть он ему заглазал же тяжело. Вы послушайте его за вчерашний день, его вот это «Народный журналист», у него на ютубе канал. Вот, он слишком вас там поливает. Я хотел бы услышать ваше мнение по вот этому вопросу и пойдете ли вы с ним вот на это. Андрей, если мне всяких придурков слушать, вот что они про меня говорят, то мне, во-первых, 25 часов надо иметь в сутках. Потом, ну, они на мне пиарятся, ладно, черт с ним. Я человек добрый. А, кстати, вот Валентин, вы-то все-таки журналист, да? Вы не знаете такого персонажа? Я, честно говоря, первый раз... Нет, к сожалению. А нам же слушают и скажут, что это «Народный журналист». Ну, опять же, ну, я не обязан знать всех журналистов. Ну, а что? Ну, вот видите, Валентин, как представитель журналистского сообщества, товарищ не знает. Я тоже первый раз слышу. Понимаете, если всякие там люди с улицы меня на дуэли будут вызывать, у меня патронов просто не хватит. И, честно говоря, на них просто жалко. У меня есть более достойные цели, я бы так сказал. А это власть над мировым порядком? Да, естественно. Это Ротшильды, Рокфеллеры, Билл Гейтс с его чипами, инопланетяне из созвездия Сириуса и Альдебарана. А что мы будем делать сегодня? Как всегда, будем пытаться захватить мир. Так, из Свеженького. Из Свеженького. Московская область, по словам Андрея Воробьева, снимает режим карантина, самоизоляции. Все, делай, чего хочешь. Все. Давно, давно пора. Давно. А в Москве нет, но в Москве с понедельника уже начинается первый этап. Мы помним, да, нам и Анна Попова, и Путин, и Собянин. Вот на вот этих вот совещаниях по борьбе с коронавирусом, как раз говорили, что снятие ограничений будет проходить, ну, так в среднем в три этапа. Где-то можно быстрее, где-то можно медленнее, все. Вот. В Подмосковье отменили цифровые пропуска, все, спокойно можно выходить на улицу, ничего не будет. А в Москве нет, не так. Цифровые пропуска будут действовать, но с понедельника первый этап смягчения ограничений. Открывается МФЦ, начнет работать каршеринг, и появилась, как сказал Собянин, надежда на приближающееся окончание пандемии. Если посмотреть на кривую, на кривую вот этот вот рост заболевших, да, на прирост заболевших, да, то, если там буквально неделю назад мы видели 10 с лишним тысяч, там почти под 11, то там сегодня, по-моему, уже 8-800. И вот она пошла вниз, все, до болезни становится меньше. Ограничения начинают снимать. Во многих регионах можно вообще делать что угодно. Ну, если, слава богу, это говорит о том, что в других регионах люди все-таки еще мозгами, во-первых, рулят, и, во-вторых, ну, они действительно относятся к своему населению гораздо более щадяще, я бы так сказал. Мы с вами, по-моему, Валентин, тут несколько раз Швецию упоминали. Но в Швеции не было карантина. Были там зараженные? Да, были. Были там смерти? Тоже были. Ну, абсолютно такие же, как в тех странах, где был карантин. Ну, просто... Я вам уже, ну, я давал ответ на этот вопрос. Просто в Швеции, если там министр, там главный санитарный врач этим вопросом рулит, все, вообще больше никто. А президент за это не отвечает, ничего. У нас же с вами был, помните, дядька из Швеции, да, он же прямо с вами в эфире рассказывал, как все будет. Вот. Просто в Швеции можно сказать, ребят, сидите дома. И все скажут, окей. И сядут дома. Помните, когда нам сказали, что у нас нерабочие дни, и вообще по-хорошему лучше бы посидеть? Это было там перед апрелем, в самом начале апреля. Вы помните вот эти вот шашлычники? Что произошло? Люди массово пошли на улицу, просто массово гулять, обниматься. Друзья, Валентин, я вам скажу так, что я в прошлые выходные делал шашлык. И в эти тоже. Да я тоже на неделю делал шашлык. И понимаете, мне кажется, шашлык, он коронавирусом точно вот не болеет. Да, но когда толпы народа, когда толпы народа. Валентин, ну кто же у нас делает шашлык там? Вот на шашлык с улицы всех зовете, что ли, я не могу понять. Вот обычно, да, к вам вот приходят... Николай Николаевич, ну ладно вам. Ну мы видели с вами это видео, где... Понимаете, мне непонятно. Где стоят мангалы там на расстоянии трех метров. У каждого мангала по 15 человек. И ходят, толкаются задницами, трутся друг от друга. Ну не знаю, наверное, я... Понимаете, вот когда мне Собянин говорит две фразы. Первая, всем помогать бюджеты треснуть. Вторая фраза, я не понимаю, что москвичи бесцельно шатаются. Вот после этого, понимаете, мне с ним все ясно. Он может что угодно потом рассказывать. Я из этих фраз вижу просто стойкую неприязнь. Слышу предложение сжечь Собянина. Вангуе, что сейчас так будет. Нет, ну ни в коем случае. Не надо его сжигать. Я могу сказать, что я голосовал против него на выборах 18-го года. Считаю, что я правильно сделал. Если он еще будет выдвигаться, я просто еще раз против него проголосую. Я вот точно гарантирую. К сожалению, я не ошибся. Я вот так бы... Вы понимаете, вот у меня бы вырвалась такая фраза. Да я бы ушел бы, я бы на улицу, наверное, не выходил. Мне было стыдно бы до нельзя. Я бы потом извинялся, наверное, три дня. После того, как сказал, всем помогать бюджета треснуть, понимаете? Ну, сами понимаете, Валентин, какая фраза напрашивается в ответ, да? Про треснуть. Вот обычно вот такая, да. Ну, вот вы меня поняли по улыбке, да? Ну, согласитесь, то, что мы с вами можем даже сказать, ну, наверное, глава мегаполиса не должен говорить. Я вот так думаю. У него должно быть больше сострадания просто к обычным людям. Ну, хоть интонацию бы поменял, вот ради интереса, а? Нет, ну вот это, понимаете, вот такое ощущение, что с преступниками общается все время. Вы это не делайте, вы туда не ходите. Чего вы тут вообще шатаетесь? Ну, извините, Сергей Семенович, что мы тут живем. Ну, так вот сложилась, понимаете, ситуация. Больше не будет. Смотрите, какая еще интересная новость есть. Давайте вдогонку уже, да, и закроем тему карантина, изоляции там и так далее. В сайте федерации появилась идея узаконить понятие самоизоляции. Наконец-то уже прописать обязанности россиян, обязанности, права россиян при введении вот этого режима повышенной готовности и так далее. Как у нас это называется? Ну, я вообще, наверное, это опять дикий человек. У меня учили в институте одному МГИНО, что законы обратной силы не имеют. Нет, потому что он не будет обратной силы иметь, его примут завтра, он завтра что-то не будет. Я и говорю, Валентин, прежде чем заниматься самоизоляцией, прежде надо было ввести закон, по которому это все может быть. А сейчас мы это все уже прошли, говорят, о, а может это задним числом узаконить надо. И, кстати, Валентин, вот тут самоизоляция, само. Ну, давайте с вами узаконим права и обязанности граждан при самоубийстве, например. Вот что они могут делать, что они там не могут делать и так далее. У нас ведь, понимаете, самоубийство не карается. У нас доведение до него карается. То есть вот других людей. А что такое самоизоляция? А что такое самопиар? А что такое самомнение? Давайте самомнение тоже узаконим. Нечего иметь о себе мнение, пусть имеют другие. А ты про себя, ну, понимаете, ну это просто уже стыдно слушать все. Самоизоляции нету и быть не можно. Валентин Баев, Валерий Баев, простите, пожалуйста, предлагает добавить в уголовный кодекс статью доведения до самоизоляции. Кстати, хорошая тема, да, нужно ли наказывать тех, кто знает, что он болен коронавирусом и не изражает других. Мы это 150 раз с вами обсуждали. Если у человека он диагностирован, он конкретно гон, ему врач и предписывает оставаться две недели дома. Он подписывает бумагу, соответственно, это все нормально. Если он из-за границы приезжает, нормально. Народ-то весь причем. А нужно его наказывать за то, что он выходит на улицу и не обращает на себя? Конечно, конечно, и бесспорно. И, кстати, здесь Государственная Дума у меня поправит, по-моему, 27 марта она приняла соответствующие поправки в уголовный даже кодекс, не в административный. Нет, тут все ясно, вопросов нет. Ну, извините, это как все равно, понимаете, ну, не хочу приводить пример. Если проститутка знает, что она больна там смертельным заболеванием и продолжает свою трудовую деятельность, конечно, ее надо наказывать. Но здесь даже не проститутка, у нас есть наказание за сознательное заражение ВИЧ. Совершенно правильно. По-моему, до 5 лет. Да, здесь вообще вопросов нет. Но это касается конкретных людей, которым это предписало государство. Они расписали, что они это поняли. Вот когда люди больные, помните, сбегали из больниц там в начале, вот где-то в Петербурге, вот это безобразие. Хорошо, хорошо, Николай Николаевич. А если коронавирус еще не выявлен, а есть подозрения, например, человек сдал анализ, который готовится там 3 дня. Вот эти 3 дня. Должен он сидеть дома или может делать чего-то? Предписания же нет? Да, Валентин, опять, я вам как юрист в определенной связи. У меня же есть это в дипломе. Я могу с подозрения, это не преступление. Но, скажем, мне вот по лицу вашему тоже что-то может показаться. Правильно? Но я же не говорю, что пока я не Россия, в свое сомнение. Вы там должны сидеть дома, курить ментов и никуда не высовываться. Но, увы, так вот все это работает. Все-таки есть, знаете, такое выдающееся достижение человеческой мысли, как презумпция невиновности. То есть не вы должны доказывать, что вы не верблюд, а следственные органы вам должны доказать. И только после этого на вас могут накладываться какие-то ограничения. Хорошо. Здесь просто работает вот такая вот история, что условно я плохо себя чувствую. Я пошел, сдал анализ, который должен готовиться несколько дней. Но я знаю, что у нас с вами встреча завтра. А я прихожу к вам на встречу. Ну, я имею право, правильно? Имею. Это уже моральная вещь, понимаете? Это вопрос, ну, если вы хотите, там, культуру, воспитание человека и прочее. Вот, ну, если я чувствую, что я больной, да, ну, конечно, я вам позвоню и скажу, ну, да, давайте, а лучше приезжать не буду. Мне здесь Собянин-то не нужен. Я это и сам знаю. И любой человек, ну, у которого с мозгами все более-менее в порядке, он понимает. И самое главное, ну, если вам не здорово, вы что, сами попретесь на шашлыки, что я не знаю, ну, вот вам плохо, да, а вы все бросите, там, пойдете мясо жарить. Думаю, нет.